мы с вами открываем 11 главу и конечно всякий путь он заслуживает уважения просто как бы оглядываясь назад жалко что приходится прикладывать столько сил и энергии для того чтобы выбраться куда-то надо мы открываем с вами 11 главу я напоминаю что все свои уроки я посвящаю памяти и взвешению души моей жены любая бат михаэль и то что мне хотелось прошлый раз донести может быть не очень удалось что есть есть божественное присутствие есть божественный дух и он все решает мы с вами видели что приход народов и рушала им который описывает и шая во второй главе он связан с божественным духом они может быть не совсем его ощущают и чувствуют хотя наверное ощущают потому что иначе бы не пришли когда кеми цион тэце тура ут бар ваше мир ушала им и вы из циона выйдет тура и слово бога не из рушала им а слово бога это слово бога это пророчество да и вот то есть и вся идея в том что всевышний должен всевышний должен вернуться в этот мир то есть вернуть свое вернуть свое или скажем ощущение себя до должен вернуть в этот мир и тогда возможно какое-то исправление а потому что без этого человеку очень трудно он теряется какой бы он мудрый не был ему трудно принять решение без помощи всевышнего как бы он не знал тору на ему трудно трудно принять решение трудно быть хорошим трудно быть хорошим без бога можно назвать это и рад хашем если мы заглянули в книгу загор то в введение то и рада чем трепет перед всевышним он определяет или можно понять что он как бы подводит к этому что это живое ощущение всевышнего которое конечно вызывает настороженность трепет ощущение его присутствие но есть ира да вот и и скажем это наверное это наверное очень и очень важный момент что скажем в пророке амосе который пророчествует немножко раньше и шаягу есть очень красивый есть очень красивый образ я бы сказал вот в восьмой главе амос говорит увидел я всевышнего который стоит на вертикальной стене и в руках его отвес на вертикаль анах на и ответ тоже которым меряют эту вертикальность он тоже называется анах да вот и всевышний спрашивают его что ты что ты видел амос он говорит я видел отвес анах я увидел вот и возникает вопрос что это за что это за стена на это фактически как бы последнее пророчество амосова северном царстве после которого он предсказывает его не предсказывает его разрушение вот и возникает вопрос что это за что это за стена на и мы можем представить себе да что это та стена которую строит строят люди между собой и между всевышним она может быть одновременно и стеной отделяющие от крама откуда выходит и божественное присутствие той стеной которую построили до 10 колен амос пророчествует в он сам из иуды но он пророчествует в 10 коленом да эта стена которую построили люди между собой и всевышним и вот всевышний как пророческий образ он как бы стоит на этой стене и отмеряет ее высоту но достаточно высокая чтобы уже все разрушить или еще или еще дальше дать им строить эту стену между мной и собой очень красивый момент что она на вертикаль это как бы слова она хи без юда на совы на хи без юда она хи я то что с чего начинается тора на зор опять же главе и тро утверждает чтобы это слово она хи вмещается вся тора мы как бы из мидраше говорили что мидра же говорили что тора вмещается в первые две заповеди за игру идет дальше он город в одно слово но хи там вся сущность и там все включено как бы до слова ноги включается все тора равя хана говорит что в районе хана говорит что что «Анухи» означает «иенавшик тавит виягевт». В Гемаре Раби Йоханан говорит «я сам написал и дал». Можно понять, что «сам себя записал и дал». Вот «Анухи» — это «я дал и дал народу». К чему, как бы, я говорю, что «Ют», её образ этой буквы — это центральная точка, которая соединяет материальный и духовный мир. И можно сказать, что с неё, как бы, это та точка, с которой начинается творение, она символизирует. Но это несколько больше. Мы можем представить себе, что она как бы на грани духовного и материального мира, а то, что, скажем, принадлежит духовному миру, оно не ограничено местом. Поэтому говорят, что ковчег, который стоял в святая святых, в кодышко дашим, он стоял в эфисмаком, так, что он не занимал места. Как он не занимал места? Значит, он находился в духовном мире, где нет ограничений времени и пространства. Но мы ещё можем сказать, как бы, с философской точки зрения, что то, что находится нигде, оно находится везде. Поэтому вот эта центральная точка, которую можно представить себе как начало творения, образно как большой взрыв, она продолжает существовать, и она существует, соединяя материальный и духовный мир, и её свойство, её духовное свойство – то, что она не ограничена временем. Вот как бы этот отвес, этот юд, которого не хватает в анохи, на тедакадж-баругу Всевышний промеряет им и измеряет, и, как бы, говорит, так он, этот юд, он всё равно везде находится, да? Он везде, то есть этот юд, отвес, и как бы мы можем представить этот камень, присоединить его к анах, и у нас получится анохи. Но этого анохи нету, его скрыли. Центральную точку, связь со Всевышним, привязанность к духовному миру, построили стену, чтобы этого не замечать и этого не видеть. Да, пожалуйста. Кав. Кав пишется, да. Кав и юн, да. И это отвес, это я же, анохи. Это я, да, 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 это я, да. То есть вернуться, да, вернуться к этому, вернуться к этому я. Стена скрывает я, да, оно всё равно везде присутствует, как бы, и главное в нём эта центральная точка, как бы, букву юд, оно присутствует везде, вот. Но Всевышний измеряет, насколько им кажется, что они уже построили стену между ним и самими собой. Это аморс, который пророчествует примерно в то же время, красивый образ, хотел с вами поделиться, но это, как бы, внутреннее содержание всего. И вот мы видели с вами, как бы, как бы, это приближение ко Всевышнему, его раскрытие, если так можно сказать, в пространстве, через храм. Это исправление всего мира, это приход народа в краму, это осознание того, что в Торе есть пути справедливости и милости, и что только по ней можно построить законы в стране, на отбрасывание всякого и всяческого оружия. Это, как бы, то, что мы видели во второй главе. Теперь, когда мы с вами открыли одиннадцатую главу, мы видим с вами почти то же самое, если можно сказать, в несколько другом разрезе, в несколько другом плане, в плане правителя, в плане царя. Там мы видели, как бы, центральную точку, которая раскрывается для всех, а здесь мы видим, как бы, правителя, через которого или на котором пребывает Божественный Дух. И только благодаря этому Божественному Духу он может править справедливо, то есть, как бы, без Всевышнего никуда. Забегая немножко вперёд, можем сказать так, ну, а что же нам это, как всегда спрашивают сразу, а что же нам это даёт практически? Вот мы представляем себе, что Божественный Дух раскрывается через храм, раскроется, Божественный Дух ложится на правителя, а нам что это даёт? Тут можно сказать, что говорится, что Иерушалаим был разрушен только за то, что каждый из мудрецов подчёркивает свою сторону. Да, есть много причин, почему был разрушен Иерушалаим. Есть, но мудрец, который подчёркивает эту сторону, что Иерушалаим был разрушен только за то, что не говорили благословение на Тору в начале, перед Торой. Мы знаем, мы с Шелхана Рухой, мы так бы ведём себя, что обязательно нужно сказать благословение на Тору, прежде чем ты начинаешь заниматься Торой. В течение дня, как бы, скажем, если человек ложится спать там, то считается, что он в таком вынужденном положении, устал, поэтому не возвращаются и не говорят ещё раз с Браху на Тору. Но утром, когда человек встаёт, прежде чем заниматься Торой, что-то, какие-то псуки, им нужно сказать благословение на Тору. Так что же имел в виду мудрец, когда он сказал, что не говорили на Тору благословения в начале? Скажем, в переводе на реальный язык, это значит, пытались жить своим умом, делать выводы из Торы, учить Тору, делать из его вывода, но забывали о том, что нужна во всяком деле, особенно в изучении Торы, нужна поддержка свыше. Нужен, например, тот же самый Божественный Дух, в каких количествах и как его мерить, не знаю, но он необходим всегда человеку, и при изучении Торы, и при принятии решения. И мы с вами говорили, что стремление человека, оно очень важно, настрой его очень важен. Если мы живем с этим пониманием, что нам постоянно нужна помощь Божественного присутствия во всем, в том числе и в управлении страной, если бы, скажем, в Кнессете заседание начиналось бы с молитвы, я думаю, что все бы у нас выглядело хоть немножко иначе, хоть немножко получше. После этого введения мы с вами открываем 11 главу и попытаемся здесь продолжить и сделать какие-то уже выводы непосредственно из текста. «Выйдет отросток из ствола Ишая и даст плоды побег, что от корней его, и снизойдет на него дух Бога, дух мудрости и понимания, дух совета и силы, дух знания и боязни, трепета перед Всевышним. И исполнит он, исполнит его духом трепета перед Всевышним. И не по взгляду глаз своих будет он судить, и не по слуху ушей своих будет он решать дела, но будет по правде судить он бедных и решать справедливые дела кротких, скромных людей страны. И бить будет он страну бечом речей своих и духом у своих умертвит нечестивого. И справедливость будет при пояснении честного и честность поясом на бедрах его». И тут можно сказать, что мы видим, что действительно это какой-то момент, момент чуда, момент чудесный. Вот есть человек, который решает, исполнит он его духом боязни, и не по слуху ушей своих будет он решать дела. То есть, допустим, есть суд, и приходят свидетели, и говорят, он слушает их, но решение у него есть от Всевышнего, потому что он по божественному духу знает истину. В скобках можно сказать, что к этому стремился царь Шламо, но в конечном итоге говорят, что ему это не было дано, кроме одного случая, когда пришли две женщины спорить из-за ребёнка. Он рассуждает перед людьми, говорит, вот это говорит так, а это говорит так. Вот смотрите, это говорит, да, её сын мёртвый, а мой живой. А это говорит мой сын живой, а её мёртвый. То есть, он даёт людям понять, что есть, можно вслушаться в речь этих женщин и понять, что важно для каждой. Одна начинает с мёртвого, а другая начинает с живого. Потом он, как вы помните, он говорит, принесите меч и хочет разрубить ребёнка, и та женщина, которая мать, она кричит, лучше отдайте другой. Из текста видно, что он заранее знал, кто мать ребёнка, и всё, что он сделал, это только для того, чтобы показать людям, не сказать, вот это мать, и всё. А то, чтобы показать людям, где мать, из текста видно, что он заранее знал. И у него, по крайней мере, в некоторых случаях, но не всегда, было такое ощущение правды, истины, виденья, как у пророка, только у сильнейшего пророка. Потому что пророк, ему даётся пророчество иногда, время от времени, вдруг что-то открывается. Всевышний спрашивает его, что-то увидел. Он ещё может увидеть так, а может увидеть иначе, правильно или неправильно, более ясно или менее ясно. Здесь нет, здесь на нём лежит Дух Всевышнего, пребывает постоянно и даёт ему ясное видение ситуации, помогает ему принять решение, потому что сказано, что здесь Дух мудрости и понимания, Дух совета, Дух совета принятия решения. Мы просто разбирали подробно слова прошлой рации, мне не хочется уже совсем полностью возвращаться к прошлому уроку. Теперь возникает вопрос. Вопрос, который часто у нас возникает, а что это за предсказание? Действительно ли так должно быть? И правитель, он будет таким, и он может быть только таким? И мы с вами много раз говорили, что у пророков есть два пласта, и есть разные картины. Есть разные картины. И говорить о том, что пока не появился такой человек, невозможно ожидать никаких процессов спасения, это не совсем верно. Потому что, как правило, все вот эти высокие картины, чудо, оно, скажем, ожидалось в период возвращения из Бавеля. То есть, если бы, как говорится в трактате Йома на девятом листе, если бы все встали и пошли, тогда были бы чудеса такие же, как происходили из Египта. Тут можно было бы ожидать чудесных процессов. Но это не произошло. И поэтому история пошла другим путем. Путем таким более, как сказать, более обычным путем. Путем более обычным. Мы сейчас посмотрим с вами, как к этому относятся мудрецы, чтобы не быть голословным просто, а посмотреть в Талмуде, как мудрецы относятся к процессу освобождения. Должен он быть совершенно чудесным, включая и, скажем, то, что все народы стекаются к храму. И должен быть он чудесным в том плане, что появляется царь, человек необычный, который видит истину, и даже не нужно ему выслушивать свидетелей, чтобы он понимал, что происходит. И у него есть необычная сила. Но будет по правде судить он бедных и решать справедливо дела кротких людей. И бить будет он страну бечом речей своих. То есть достаточно ему будет сказать перед лицом Всевышнего или обратиться с молитвой ко Всевышнему, чтобы любой бунт тут же прекратился, как бунт короха против Маше. Виновные пострадали, и больше не было бы никакого бунта. И дух ему своих умертвит нечестивого, буквального или не буквально умертвит, но скажет что-то злодею, и всё, и тот потерял уже свои силы. То есть устами он управляет страной. То есть картина такая, вот, картина как бы чуда. И мы уже понимаем, что, скажем, это та картина, которая не состоялась. Это не значит, что мы можем обойтись без Божественного Духа. Это не значит, что мы не должны просить Всевышнего постоянно о помощи и не желать его возвращения. Но у нас вместо, у нас вместо такого правителя есть Кнесет, есть Рош-Мшала, глава правительства, который, скажем, который вряд ли молится по утрам, вряд ли говорит благословение на Тору. Ну, конечно, когда нужно, достает Танах, как бы из кармана, и зачитывает Псухим. То есть нету стремления того, чтобы Всевышний раскрывался везде и повсюду, раскрывался и в наших делах, и помогал, и особенно в управлении страной. Правда во всех синагогах, во всех Бейхнестях молится за то, чтобы Всевышний дал правителям верные советы, верное понимание. И это, слава Богу, у нас присутствует. Теперь мы читаем с вами дальше и читаем, что вот этот Божественный Дух, который распространяется через Него, сила, которая распространяется через Него, она влияет даже на природу, как бы то, что мы видим из текста. И волк будет жить рядом с Аганцем. Кто такой Аганец? Ягнёнок. И леопард будет лежать с козлёнком, и телец, и молодой лев, и волк будут вместе, и маленький мальчик будет водить их, и пастись будут корова с медведем, корова с медёдем, детёныши их лежать будут вместе, и лев будет есть солому, как волк, и будет играть грудной младенец над норою кобры, и отнятый от груди дитя потянет руку свою к логову гадюки. И сразу заметим, что всё-таки, скорее всего, кобры нету и гадюки нету, осталось только логово. То есть зло предельное такое, оно истреблено, но не существует. Окей, это как бы сколько, да? Теперь можем сразу заметить, что мы представляем себе, что как бы пророк даёт картину, когда мир возвращается к тому состоянию, в котором он был при Адаму решён, при первом человеке. Животные не терзали друг друга, лев действительно питался, или соломой, или травой, и они подчинялись человеку, то есть маленький мальчик мог их везти на пастбище. Это как бы картина возвращения к состоянию Адаму решён, да? Вот и Рамбам, Маймонит, его называют рационалистом. Я не знаю, насколько это справедливо, как бы на все ярлыки на него уже повесили, и рационалист он, и последователь Аристотеля и так далее. Мне кажется, что эти все ярлыки, они очень поверхностные. Это в академии часто любят найти что-то и доказывать, доказывать, чтобы сделать какую-то работу, и не обязательно углубляться. Рамбам и Маймонит, он говорит, что это образ, что он вообще настаивает на том, что пророки говорят образами, и этот образ, который указывает на то, что в обществе, в обществе воцарится покой и спокойствие, и уйдёт вражда. Что лев здесь – это человек агрессивный, вол более рабочий, трудолюбивый и спокойный, и вот лев не будет разрывать вола, то есть не будет его грабить, не будет его угнетать, не будет его принуждать работать на себя и только на себя. Вот он говорит, что речь идёт об исправлении общества, а не об исправлении природы, что это образ, который даёт пророк. То есть, что можно сказать? Давай, пожалуйста, ну давай. Мы начали говорить о том, что у пророков два пласта пророчества, как я применю. Это первый вопрос, да какие все же конкретные? И второй, вот по поводу этого пророчества. А ведь добро и злоба тупа, благословение и проклятие, жизнь и смерть. А в детское сошло. Насчёт двух пластов, пожалуйста, можно, я могу ещё раз повторить. Два пласта. Есть более реальная, есть более реальная картина. Она может быть в этом пророке, она может быть в другом пророке. Есть картина более чудесная. Как происходит возвращение в землю Израиля, как происходит исправление, строительство Иерушалаема, строительство храма. А есть картины более реальные, более чудесные. О том, как нужно смотреть на действительность и ожидать ли эпоху возвращения как чудесную эпоху или как эпоху более реальную. Об этом спорили мудрецы. И мы сейчас попробуем с вами это посмотреть. В Еремияву пророке, который, естественно, как мы понимаем, с вами пророчествовал гораздо позже Ишаяву. Ишаяву пророчествовал за 150 лет, где-то до разрушения храма. И Еремияву начинают пророчествовать за 40 лет до разрушения храма. Совсем другого плана пророк, совсем другой подход. И мы сейчас с вами попробуем посмотреть здесь. Можно не открывать просто одно предложение. Он говорит так, Еремияву, это 23 глава, 7 посылка, 7 предложение. «Поэтому вот наступают дни, сказал Бог, когда не будут больше говорить, как жив Бог, который вывел сыновей Израиля из земли египетской». То есть не будут так клясться, что вот так-то и так-то, как жив Бог, который вывел сыновей Израиля из земли египетской, а скажут, как жив Бог, который вывел и который привел потомство дома Израиля из страны Северной и из всех стран. Куда я изгнал их, как бы он добавляет от имени Всевышнего Иеремияву, и будут они жить на своей земле. То есть он говорит о том, что чудо возвращения из последнего изгнания, оно должно быть еще более сильным, чем чудо исхода из Египта. Оно задмит чудо исхода из Египта, и забудут, и когда будут вспоминать Всевышнего, когда захотят воздать ему хвалу, то скажут, что это тот, кто вывел из страны Северной и из всех стран, то есть собрал из всех стран. Страна Северная – это здесь Бабель, Бабилон, хотя он не находится на севере, но у пророков он попал как бы в разряд северных стран. Это не про Россию? У него конкретно нет. У него конкретно нет, можно суверенностью сказать, потому что мы видим, это Исхарья, который обращается к тем, кто остался в Бабеле, Исхарья – это начало эпохи Второго Храма. Он пророчествует и говорит, бегите из страны Северной. Для Иеремиягу тоже Бабель – это север, он говорит в начале пророчества, он говорит, кемицафонтипатахраас, с севера начнется беда, то есть Бабель придет с севера. Почему географически, в общем-то, он находится на востоке? Может быть, потому что войска приходили с севера, они не пересекались пустыню, а двигались вдоль прата на север, а потом поворачивали на юг и приходили с севера. Может быть, поэтому. Но для них, как бы, с исторической точки зрения это стандартно. Дальше можно думать и искать какие-то, скажем, аллегории, но если говорить с исторической точки зрения, то северная страна для этого Бабель, для пророков этого периода, конца эпохи первого храма и начала второго храма, страна северная – это Бабель. Теперь и можно, опять же, можно думать и о предсказаниях, но, скажем, я, может быть, говорил уже, тоже в скобках замечу, что я не сторонник поиска каких-то дат, каких-то точных мест, что страна северная, может быть, это Россия и так далее. Мне кажется, что это нас просто уводит, что, опять же, как мы, тут гораздо важнее понять тенденцию, чем понять конкретику, то есть понять, куда, что идёт, и что, как нам ориентироваться, и что от нас требуется, чем определить, кто, откуда, когда придёт, в какое время. Я думаю, что это просто невозможно, да и не нужно. В нашей истории было несколько моментов, когда ставили, Дагеш, как говорят, ставили акцент на какие-то даты или на каких-то людей, и это всё оказывалось провальным. Например, движение Шабата и Цви. Его год рождения, по-моему, год рождения, 1666 год, и подавляющее большинство мудрецов Европы в нём видели Машиаха, потому что с каббалистической точки зрения всё как бы совпадало, всё указывало на Шабата и Цви. И движение Шабата и Цви, которое охватило, в общем-то, весь еврейский народ, как Европу, так и страны мусульманские, евреев-мусульманских странах, оказалось провалом, колоссальной катастрофой, хотя большинство мудрецов видели в нём действительно вот и время, 1666 год, три шестёрки, он родился и так далее, и так далее, бесконечно. Всё как бы совпадало. Сам он выставлял себя так же, может быть, даже не выставлял, а был таким человеком очень экзальтированным. Вот как мы читали с вами, что на нём лежит дух Бога. Он сначала женился, потом развёлся, потом он устроил хупу с Торой, женился на Торе, был человеком, понимавшим в мистике, в каббале, и человек такого аскетического плана. И когда ты пытаешься что-то конкретизировать, исходить из каких-то конкретных признаков, я думаю, что получаются вещи, если они неправильные, то очень опасные. И это также случай ещё, скажем, немножко другого плана, это когда попытка предсказать время, 1840 год, который соответствует 5600 году в нашем летоисчислении от сотворения мира, говорили о нём, что это будет год особый, когда начнётся спасение, придёт Машех и так далее. Это тоже охватило весь еврейский мир. И Вильямский Гаун тоже говорил об этом годе, но немножко по-другому. И были люди, которые предупреждали, смотрите, если ничего не произойдёт, будет страшное разочарование, будет крушение многих общин. Так оно и произошло. Пришёл 1840 год, который предсказан в Зоваре, как 5600, то есть как бы большая половина шестого тысячелетия. И, к сожалению, была духовная катастрофа. И здесь, в земле Израиля, также это очень повлияло на еврейский народ. Поэтому, мне кажется, что искать какую-то конкретику совершенно бесполезно, тем более, что мы не можем ничего сделать. кроме того, что сказать «вот оно, вот оно уже пришло», я думаю, что кроме этого мы не можем ничего сделать. Гораздо важнее понять тенденцию, как мы с вами и пытаемся понять. Что есть, скажем, кроме наших усилий, или, скажем, можно сказать так, что ко всем нашим усилиям надо было бы прилагать надежду на Всевышнего, на помощь свыше, постоянно ожидая помощи, постоянно ожидая помощи свыше во всех делах, не только ожидая, обращаясь с молитвой и также, будучи уверенным, что если мы делаем правильное дело, то обязательно будет помощь свыше, то, что называется «битахон бэгашем». То есть, шить с таким ощущением, что Всевышний здесь, и ты его просишь, и ты пытаешься выбрать правильный путь, и тоже не отдельно от него, как бы, да, просишь и советы, и всё, молитва, да, кроме... Вот. И это, как бы, да, то, что важно и каждому человеку, и то, что важно, я бы сказал, и во всей общественной деятельности, включая управление страной. Вот. То есть, гораздо важнее понять тенденции, понять какие-то общие вещи, чем пытаться конкретизировать, потому что, мне кажется, конкретизировать очень трудно, если вообще возможно что-то здесь конкретизировать. Мне так кажется. Если кто-то умеет решать ребусы и загадки, то, пожалуйста, можно послушать и поговорить. Но гораздо полезнее искать путь, чем конкретику. Так всё же, ответ на этот вопрос. Что нас ждёт вот здесь? У нас здесь... Где нет зла? Где нет хорапы? Я не могу вам точно сказать. Да не точно. Вот и вопрос хороший и правильный. Мы видим, что в начале творения зла, как такового, не было. Значит, и всё как бы должно вернуться в эту точку, когда зла нет. Может быть, скажем, человек не может жить без труда, человек не может быть без проблем, но его проблемой будет выбор между хорошим и ещё более хорошим. Это тоже непросто. Что вам напоминает? Социалистический реализм. Социалистический реализм. Блин, по-хорошему, с ещё лучше. С ещё лучше. Окей. Да, мне было лучшим, когда был не Бен, а там Мородай. Но у Всевышнего одно желание дать благо своим творениям, и он к этому приведёт. Обязательно приведёт. И как бы, да, это мнение, скажем, мнение, это, во-первых, очевидно, я бы сказал, иначе тогда незачем было бы всё, весь долгий путь и поиски, если бы это не приходило к той точке, когда нету зла конкретного. И я как раз хотел говорить об этом в следующий раз, Ишаягу, его понятие о Всевышнем. Теперь то, что мы с вами прочитали из Иеремиягу, мудрецы относятся к этому по-разному, и мы это видим с вами в трактате «Брахот», и их спор попал даже в пасхальную году. Они спорят о том, что Ишаяг, они говорят о том, что в будущем выход из Египта будет забыт, потому что произойдут такие чудеса, которые гораздо больше. Но есть и другое мнение, более основательное и веское, по которому, как говорят, идёт Галаха, что будущее возвращение будет необычным, чудесным, может быть чудесным, но оно ни в коем случае не затмит выход из Египта. О выходе из Египта будут помнить, потому что выход из всех стран будет происходить, если так можно сказать, обычным путём. Конечно, всё зависит от взгляда человека, видит ли он в происходящих процессах, видит ли он руку Всевышнего, видит ли он чудо, но таких явных чудес, как при исходе из Египта, не будет. Это спор мудрецов Брахот на основе Еремияу 23 глава, 7 предложение, и вывод, что не нужно ожидать таких чудес, как было в Египте, когда раступится море и так далее. Поэтому и о царе трудно ожидать сразу появления такого царя, что там будет в продолжении, трудно сказать, но сам процесс исхода и становления страны трудно ожидать сразу появления такого человека, появления такого царя. то, что нам важно из этого, что, опять же, хочется подчеркнуть, что, как бы, божественный дух, божественное присутствие трепет перед Всевышним как ощущение Всевышнего, это то, что нам необходимо в нашей жизни и то, что нас без чего мы не придём к желаемому результату по той простой причине, что когда человек не хочет, когда он не знает, когда он не чувствует ни за остатка, этого и не будет. Поэтому, если мы, скажем, если у нас такой настрой обрести трепет перед Всевышним, как живое ощущение Всевышнего повсюду, то есть надежда, что мы куда-нибудь сдвинемся. Мы куда-нибудь сдвинемся в лучшую сторону, как говорил Авраам, сказал Илимелиху, на его упрёк, почему же ты меня обманул, сказал, что это твоя сестра, он говорит, я увидел, что в этом месте нет трепета перед Всевышним. Всё есть. Библиотека, книги, развитая техника, всё есть. Трепета перед Всевышним нет. И я испугался. И испугался поведение людей, у которых нет трепета перед Всевышним. И опять же, я хочу подчеркнуть, что если опираться на Зовар, то можно сказать, что трепет перед Всевышним это живое ощущение Всевышнего, которое не просто человеку, потому что называется яра, можно сказать, страх. Трепет, более правильно, можно сказать и страх. Не просто жить с таким ощущением, но без него никуда. Ни в приятии решений, ни в управлении страной, ни в видении будущего, стремление к будущему, без него никуда невозможно сдвинуться. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы мир пришёл к такому состоянию, когда нет зла. И от кобры, скажем, как здесь перевели, но неважно, кобры и гадюки, осталось только логово, там нет змеи, хотелось бы, чтобы мир пришёл к такому состоянию. Но и он придёт, когда ему будет к такому состоянию, но невозможно это ожидать, невозможно это ожидать сразу, мгновенно. И это отношение наших мудрецов к процессу возвращения из стран, всех стран, из страны северной. Ещё немного, ещё немного, да, сейчас посмотрим, что мы будем делать с вами. Субтитры делал DimaTorzok вот как бы, сейчас, одну секунду, если можно, потому что материал у нас непростой, Я бы хотел с вами заглянуть в 63-ю главу, да, для того, чтобы понять, что в том же самом Ешаягу есть другая картина, да, другая картина исправления мира, да, во второй главе он дал картину вот такую идеальную, когда народы стекаются к Ирешалайму, когда они ощущают божественное присутствие, да, ищут и мудрости, и пророческого слова, да, а вот в 63-й главе, да, совершенно, совершенно другая картина, да, вот, он часто очень, Ешаягу пользуется таким образом, как бы, дозорного, который стоит и смотрит, что происходит, да, дозорный, он стоит обычно на стене города, вот, и он смотрит, не приближается ли, не приближается ли враг, да, вот, и если враг приближается, он должен подать сигнал, чтобы все люди, которые за пределами города, может быть, там в своих полях собирают какой-то урожай, без чего невозможно жить, чтобы они быстрее спешили в ворота города, да, вот, и здесь тоже есть дозорный, да, и здесь тоже есть дозорный, и он спрашивает, кто этот приходящий из Идома, да, со стороны Идома кто-то, кто-то движется, да, видимо, большой и великий, да, в багряных одеждах из Бацры, да, Бацра – это город за Ярденом, один из больших городов за Ярденом, да, он спрашивает, кто это идет из Бацры, этот на, скажем, в южной части, да, там, где, скорее, напротив Мертвого моря, чем из Ярдена, да, и вот он видит, что кто-то оттуда движется со стороны дома, идет через Бацру, из Бацру, этот великолепный, в одеяниях своем, опоясанный могучей силой своей, да, он спрашивает, кто это, совершенно великолепный вид какой-то, да, одеяние, опоясанный могучей силой своей, вот, и ответ – я, говорящий справедливо, велик в спасении, да, это Всевышний отвечает этому дозорному, как бы, да, вот, скажем, да, понятно, что мы понимаем, что никакой дозорный не стоит ни в стене, а есть, речь идет об ущищении людей в период возвращения Шхины в Израиль, да, когда Шхина возвращается в Израиль, да, вот, и, да, я, говорящий справедливо, велик в спасении, Всевышний говорит, да, прежде всего, да, я поступаю, я служу справедливо, да, и велик в спасении, у меня есть сила, как бы, навести эту справедливость, и спасти, так как это было в Египте, спасти рабов, и наказать господ, да, которые над ними издевались, да, вот, и, дозорный спрашивает, почему красное одеяние твое и одежды твои, как утопчащих в давильне, он видит, что его одежда забрызгана чем-то красным, да, и он не может себе представить, что это, что это кровь, да, ну, в крайнем случае, это виноградный сок, да, когда человек, да, виноград, как вы знаете, топтали ногами в давильне, да, в, то, что называется, гад, да, вот, такое углубление, прямо, в каменном выступе, углубление, там, где виноградник, да, и сразу туда виноград, который собирали, его бросали в этот гад, как в какой-то большой таз, да, вот, и давили ногу, давили ногами, а из этого каменного, так сказать, таза, из него был выход, да, тоже такая каменная труба, который, из которой стекал сок уже в, как бы, в другое место, вот, и он говорит, я, почему у тебя одежда забрызганы, как у тех, кто давил, давился, давил виноград, давильник, да, вот, Всевышний отвечает, один я топтал в давильни, и не было со мной никого из народов, и топтал я их в гневе моём, да, там у нас народы пришли, а здесь ко Всевышнему никто не пришёл, да, он один, и нету никого из народов, и топтал я их в гневе моём, да, и попирал их в ярости моей, и брызгала кровь на их, на одежды мои, да, то есть, какой-то катаклизм, да, из-за того, что никто из народов не поддержал Всевышнего, да, и все мои, и все одежды мои запачкал я, да, да, у Датсу Флейм есть здесь очень красивый, очень красивый комментарий, который спасает эту картину, которая кажется очень жестокой, и он говорит о том, что речь идёт не о, как бы, и топтал я, и в гневе своём, да, и он говорит о том, как можно топтать народы, как можно топтать народы, он говорит, что речь идёт о разрушении, разрушении культур, да, структур, культур народов, да, структур, которые несправедливы, как Всевышний сказал, что он будет судить справедливо и будет восстанавливать справедливость, да, и все ложные понятия, все ложные основы, вся ложная философия, которая существует среди народов, он её, он её разрушит, да, вот, да, ибо день мщения в сердце моём, и год мой избавления, да, и год мой избавления, стиха, и год мой избавления пришёл, да, прежде всего отметим, что мудрецы говорят здесь, что никто не знает даты избавления, потому что это в сердце Всевышнего, спрашивают, а он хотя бы ангелом открыл, да, нет, не открыл, это в его сердце, год избавления в его сердце, потому что момент такой переломный, когда действительно произойдёт избавление, и когда дальше, возможно, всё пойдёт чудесным путём, да, этот момент, он неизвестен, неизвестен никому, да, так что бесполезно его рассчитывать, можно рассчитывать, можно смотреть, что происходит, но думать сто процентов, что вот сейчас что-то произошло, и это уже признак верного избавления, который придёт, да, вот, на это невозможно опираться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok